парни всем поле альфа лифиновый привет вы на канале для взрослых и адекватных людей прошлый год был ознаменован просто взрывным информационным потоком о моторных маслах сделанных на четвертой группе базовых масел а именно пау я как и некоторые блогеры принял в этом самое что ни на есть прямое и активное участие мы проводили тесты показывали разницу в термостабильности рецептур поэтому в ответ на ваш шквал вопросов и комментариев сегодня я вам расскажу о моем топ 5 масел вязкости 5w40 с допуском а3b4 которые я считаю по праву настоящими стопроцентными маслами сделанными на четвертой группе базовых масел но перед тем как мы перейдем к нашим номинантом я хочу пояснить вам один момент вот вы например любите японское качество и цените именно японский подход в этом деле и вы решили приобрести автомобиль логично что вы пойдете и купите японскую марку собранную в японии из японских запчастей комплектующих верно ну вы же не будете довольствоваться японским качеством только японской коробки передач которая будет установлена в китайском либо корейском автомобиле верно поэтому мне очень странно слышать когда под видом настоящего пао то есть настоящей синтетики вам рекомендуют масла где этого самого пао в составе будет от 5 до 20 процентов да даже пусть 30 процентов пао там будет это все равно по факту будет гидрокрекинговое масло с добавлением чуточки пао они стопроцентное настоящее пао масло почему я делаю на этом такой акцент да потому что масло сделанные на пао либо пао плюс стр показывают совсем иные физико-химические характеристики а добавление гидрокрекинга только ухудшают их свойства посмотрите еще раз мой ролик про тест масел на разных базах на машине трения и 5018 который мы проводили в лаборатории компании в мп авто ссылочку на этот ролик я оставлю в описании поэтому в этом топе будут только те масла где содержание пао будет как минимум от 50 процентов не ниже и сегодняшний топ это вязкость 5w40 стандарта а3b4 все эти масла можно приобрести в россии ну а так как в этот топ попали только лучшие продукты где пао свыше 50 процентов то расстановка по местам будет осуществляться исключительно по цене правда пришлось изрядно потрудиться чтобы найти для вас хотя бы 5 честных продуктов и вы конечно же мне не верите поэтому в феврале специально для вас выйдет три очень познавательных видео про гидрокрекинг стопроцентную синтетику маркетинг и как кое-кто оказался очень и очень хитрожопом в целом все будет как вы любите скандалы интриги расследования не пропустите итак мы начинаем топ-5 масел вязкости 5w40 с допуском а3b4 которые я считаю по праву настоящими стопроцентными маслами сделанные на 4 группе базовых масел разберем их плюсы а также минусы ну куда же без минусов и так пятое место redline 5w40 это просто монстр по количеству стр самой крутой пятой группы базовых масел в этом масле их добавлено аж 20 процентов а все остальное это база по которого здесь примерно пятьдесят пять процентов такое вот полу спортивное масло для серийных автомобилей с огромным количеством трехъядерного органического молибденового комплекса от компании инфиниум в количестве невероятных почти 600 ppm и не вздумайте спутать этот молибденовый комплекс дешевым моли ван 855 от вандербилд который в существенно большей концентрации используется в японских ну и конечно же в корейских маслах также в этом масле содержится очень много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка более того для выживания двигателя при высоких температурах и нагрузках вязкой сделали по верхней границе для сороковок правда пакет присадок уровня api sl который не подходит в большинство современных автомобилей из-за высокого содержания фосфора также к минусам можно отнести тот факт что долго работать в двигателе как другие полнозольники а3b4 это масло к сожалению не сможет из-за наличия большого количества эстер и высокого кислотного числа у масла очень быстро сработается щелочное число отсюда следует что менять его по хорошему нужно через четыре ну максимум пять тысяч километров отсюда у нас следует и второй минус это цена этого масла на официальном сайте дистрибьютора галлон а это 38 литра даже с текущей 15 процентной скидкой стоит 5 тысяч семьсот сорок шесть рублей а литрушка 1513 ну а когда закончится акция то будьте добры за 3 и 8 литров выложить 6760 рублей итак идем далее четвертое место ликви моли синтойл хайтек 5w40 масло полностью на пао это то что нам нужно его тут около семидесяти процентов также у масла хороший пакет присадок достойные мощи свойства бонусом идет очень низкая температура застывания к минусам можно отнести тот момент что уже достаточно давно никто не выпускает рецептуры где есть столько много пао но нет добавок эстер либо гидрокрекинга так как все прекрасно знают что пао в чистом виде сушит сальники и маслосъемные колпачки но мы будем верить в то что немецкий производитель знает что делает и все же положил в масло какой-то некий дополнительный улучшайзер в виде другого компонента к минусам как и у redline можно отнести пожалуй пакет присадок так называемой старой школы масловарения который немногие рискнут лить современные автомобили из-за высокого содержания фосфора обойдется вам такое масло в пять тысяч сто семьдесят девять рублей за пяти литровую канистру на официальном сайте дистрибьютора третье место его занимает брат-близнец ликви молли синтойл хайтек 5w40 под названием мегуин мегол супер 5w40 здесь вы получите все то же самое что у ликви молли расположившийся на четвертом месте абсолютно все кроме цены на данный момент на официальном сайте дистрибьютора мегуин просит за свою канистру в 4 литра со скидкой 3500 рублей литрушка стоит 959 рублей поэтому заслуженное третье место второе место наша команда дает также представителю немецкой нации и это рове хайтек синтер с 5w40 здесь по около 55 процентов также к плюсам можно отнести использование густой базы которая будет более термостабильно и лучше защищать мотор при высоких нагрузках из минусов это конечно же не самые выдающиеся для по низкотемпературные характеристики также отсутствует стр и опять мы тут видим с вами как и в предыдущих кандидатов пакет присадок старой школы еще под древний допуск mercedes-benz 229.3 цена же на фоне вышеназванных брендов более интересно за 5 литров среднем просят 4150 рублей поэтому заслуженно второе место и вот мы с вами подошли к первому месту в моем топе которая занимает экстрима им gvr 2 5w40 gtc многие из вас кстати уже знают про данный бренд потому что я немало рассказывал про него на своем канале давайте же взглянем на состав содержание пау целых честных 70 процентов стр тоже не пожалели их 10 процентов пакет присадок современный с молибденовым комплексом от компании инфиниум на базе трех ядерного органического молибдена снижающего трения под apsn допуск mercedes-benz 229.5 полимерный загуститель в виде звездочки самый современный технологичный текущий момент от компании эвоник который является лидером своей области масло обладает выдающейся температурой замерзания высокими защитными и моющими свойствами повышенной стойкостью к окислению и очень крепкой пленкой на разрыв ht hs у этого масла стремится к четырем единицам что позволяет использовать это масло в довольно таки мощных и температура нагруженных двигателях в целом масло очень грамотно сбалансировано по базовым компонентам и присадкам в том числе по фосфору поэтому его можно спокойно лить в современные двигатели по цене экстрим просто разрывает всех конкурентов на официальном сайте цена всего 3590 рублей за 5 литров и на мой взгляд учитывая крутую рецептуру этого масла а также его стоимость на текущий момент это уверенно первое место из минусов это конечно же неизвестность бренда со всеми вытекающими отсюда последствиями конечно я знаю что найдутся те кто напишет что я был не объективен окей парни не вопрос пишите в комментарии свой топ как вы видите вы только чтобы честного пау в составе было не менее 50 процентов и это можно было документально подтвердить а после давайте сравним с указанными мною конкурентами и ответим себе честно действительно ли я был предвзят парни и вот что еще вам хотел сказать давайте еще раз внимательно посмотрим на продукты из моего топа и если экстрим хоть как-то может хвататься за рынок и расти за счет лучшего предложения по критерию цена современная рецептура то все остальные мировые гиганты не заинтересованы выпускать масла на честном паус ст да еще и на современных пакетах присадок лишь по одной простой причине если их текущие продукты на пакетах присадок еще старой школы уже сейчас стоят просто нереальных денег то применение новых пакетов присадок для использования в современных автомобилях ну например уровня api спи которые стоят на минуточку значительно дороже просто сделают данные продукты не продаваемыми в принципе понимаете именно поэтому рецептуры на пау эстер несмотря на все свои преимущества проиграли мировую борьбу за нас как клиентов и капитулировали только лишь потому что более дешевая рецептура на гидрокрекинге под красивым фантиков маркетологов смогла выдавить ее с рынка только за счет более низкой цены но никак не качество но об этом более подробно вы узнаете совсем скоро берегите себя берегите своих близких подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео будет интересно до встречи